Добрый день дорогие зрители телеканала Управда ТВ. Вы смотрите рубрику Пресс Батва. С вами ее постоянный обозреватель Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам на мой взгляд наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили корреспонденты и обозреватели издательского дома Ульяновская правда. Традиционно начиная обзор с любимого многими поколениями ульяновцев еженедельника Народная газета и сразу же новый шок. Заметка газеты сообщает о том, что с 1 декабря сего года стоимость проезда в городском электротранспорте вырастет аж до 22 рублей за однократную поездку. При оплате проезда банковской картой или транспортной картой стоимость электровояжа составит 20 рублей. Увеличение стоимости проезда связано с необходимостью поднятия заработной платы работникам предприятия. При этом в рамках программы модернизации транспорта города стоимости проезда связано с 9 новых трамваев, 15 из которых уже вышли на рельсы. Стоимость контракта составит 2 миллиарда 600 миллионов 762 тысячи 998 рублей 75 копеек. А вот хорошее известие сообщает Егор Титов. Также с 1 декабря текущего года ульяновские малоимущие многодетные семьи смогут воспользоваться детской продуктовой картой. Она заменит наборы с питанием. На реализацию проекта детских продкарт выделят 158 миллионов рублей из областного бюджета. Не забудьте воспользоваться полезным телефоном 8 800 350 46 46 для уточнения порядка оформления детской продуктовой карты. Также Егор рассказывает об ульяновских финалистах национальной премии студент года 2020. В нем приняли участие студент Кулгу Алена Емельянова, победившая в номинации председатель студенческого совета года, а также Полина Приказчикова из ульяновского техникума питания и торговли и Олег Шурчалов из ульяновского авиационного колледжа, который взял гран-при в номинации спортсмен года. Всего в соревновании приняла участие 1 тысяча студентов из 66 регионов России. Журналист Игорь Улитин беспокоится надвигающейся повальной гололедицей. В зимний период времени нередко случаются падения людей на улице, отчего такие неловкие моменты могут привести к распространенным и серьезным травмам в виде перелома шейки бедренной кости. Подробнее в статье «Опасный гололед. Перелом ценою в жизнь». Раздел «Среда обитания» собрал информацию по популярным поисковым запросам в паутине Рунета. Так что же чаще всего ищут россияне в сети? В топе запросов философские вопросы. Зачем я вечером нажрался? Сколько хомячков нужно для получения добротной шубы? Как убить себе слона? Как сделать волшебную палочку? Или как стать русалкой? Любители музыки, не зная слов, часто вводят запросы в поезд «Та-ра-ра-та-та-та-та-та-та-та» или «Тум-турум-турум-турум-турум-ту-тум», а также «Па-па-па-па-ра-па-ра-па-па-пам». В чем смысл таких запросов, разъясняет психолог Константин Рязанцев. По его мнению, большинство дурацких запросов в интернете делается от стеснительности или трусости. Компьютер или смартфон – это машина, она в ответ на вопрос не поднимет себя на смех и не скажет свое «фи». Подобные запросы, увы, препятствуют формированию навыков живого общения. Народка напоминает о конкурсах к юбилею газеты, которые мы будем все вместе отмечать в начале января следующего года. Если вы хотите выиграть ценные подарки и призы от любимой газеты, спешите принять участие в разнообразных творческих испытаниях. Подробности на страницах газеты в разделе «Отметим вместе». Как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты. Журналист газеты «Ульяновская правда» Олег Долгов подвел итоги областного конкурса «Инженер года-2020». О том, какие участники в нем приняли участие и кто стал победителем, читайте на страницах издания. А я пока сохраню интригу. Журналист газеты «Родина Ильича» Ульяновского района Румияя Затулова проинтервьюировала директора Ундровской детской школы искусств имени Сверидова Елену Куликову. Директор рассказала о том, как она пришла в профессию музыкального педагога и о том, как ей поступают предложения по написанию гимнов поселений или песен на юбилейные торжества, о достижениях сельской ДШИ и многом другом. В разделе «Крупным планом» подробнее. Журналист еженедельника «Старомайнские известия» Наталья Сашина рассказала о многодетной семье Свирьяновых из села Дмитриева-Помрязкина. 29 ноября мама семейства Елена Анатольевна отметит свой профессиональный праздник – День матери. Присоединяйся я к поздравлениям. Подробнее на передовице издания. Крошечная заметка Елены Ливановой сообщает о том, как коллектив учителей и учеников Новиковской средней школы приняло активное участие в региональной акции «Чайные наборы в благодарность врачам». Об этом и многом другом подробнее на строицах районки. Тему празднования Дня матери также раскрывает газета «Новое время» Базарно-Сызганского района. Поздравить самых любимых призывает Мария Андреева. Большинство из нас в детстве несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Обязательно поздравьте своих дорогих и любимых мам 29 ноября. Раздел «Безопасность» информирует читателей о том, почему категорически воспрещается говорить слово «да» при разговоре с незнакомыми по телефону. Какие слова и хитрые уловки мошенников могут сыграть против вас, читайте на страницах «Нового времени». Газета «Канаж» на чувашском языке рассказывает о том, что 27 ноября исполнится 130 лет со дня рождения известного чувашского композитора, фолклориста, педагога, ученика Симбирской чувашской школы, члена Союза композиторов с СССР Григория Григорьевича Лескова, уроженца села средние алгаши Цельнинского района. В очередной номер газеты вошли воспоминания чувашского народного академика Василия Селиндеева о своем земляке и уникальные факты из его биографии. Печатается очень редкая, может быть, единственно сохранившаяся фотография музыканта с семьей. Газета «Елгат» на мордовском языке информирует своих читателей, что традиционный мордовский праздник Шумбрат в этом году пройдет в формате онлайн. Таким образом, он выйдет за рамки Республики Мордовия и его смогут увидеть зрители из любой части земного шара. Конкурсные отборы стартовавшие 16 ноября проходят без публики, но жюри по традиции внимательно осматривает выступления народных талантов и мастеров изобразительного творчества. Гала-концерт, программу которого составят лучшие номера, отобранные экспертами, все желающие смогут посмотреть онлайн на официальном сайте Республики Дома народного творчества Мордовия. Традиционно спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Журналист Михаил Росошанский рассказал о 11-летних подопечных ульяновского тренера Юрия Назарова, которые стали серебряными призерами знаменитого всероссийского турнира «Кожаный мяч». В истории ульянского футбола это первый небывалый успех. Однако, как поясняет тренер Назаров, его мальчишки подрастроились, но, несмотря на это, сразу два игрока команды получили индивидуальные призы. Лучшим защитником турнира признан Вадим Сайков, а лучшим игроком Даниль Рябов. Подробнее об этом и других спортивных новостях на страницах издания. Журналист информационного портала Управда.ру Елена Шичкова поностальгировала о том, как ее хотели назвать родители. Среди вариантов были имена Маша или Рома. Родители не знали, кто появится на свет. В большей степени все же предполагали, что будет девочка. Поэтому рассматривали имена Евгения, Анастасия, Анна и Александра. Но откуда-то не возьмись, появилась Елена. Журналистка подготовила статистику популярных имен сего дня. По информации агентства ЗАГС Ульяновской области, в топ-10 популярных мужских имен входят Артем, Богдан, Михаил, Александр, Максим, Иван, Матвей, Сергей, Кирилл, Илья. Из женских популярны Виктория, София, Анна, Анастасия, Мария, Алиса, Милана, Ева, Ксения, Полина. Кроме того, в нашем регионе теперь растут маленькие Артемида, Афина и Медея, а еще Аурика и Лирика. Эти имена встречаются по одному. Также среди уроженцев Микаэла и Адетта, Сельма, Амели, Сюзанна и Юнона. Один Валентин и одна Валентина, один Клементин и одна Клементина. У мальчиков тоже встречаются редкие имена. Дамиан, Матфея, Филарет, Лукас и Лукьян. Один Архип, по одному Потапу и Прохоров. Любое имя несет в себе тайну. У каждого своя эмоциональная окраска. Об этом нужно помнить родителям при выборе имени ребенку. Информационный портал Медиа 73 сообщает о старте подачи заявок на участие в российском конкурсе памяти Иосифа Кобзона «Я люблю тебя, жизнь». Произведения о родине, семейных отношениях, человеческих ценностях, школе, дружбе, песни о Великой Отечественной войне будут оцениваться в номинациях автор слов и музыки, автор музыки, поэт, исполнитель, дуэт, ансамбль, хор, коллектив, молодежная мастерская и лучшие исполнения песен из репертуара Иосифа Кобзона. В состав жюри войдут известные авторы-исполнители, члены союзов писателей и композиторов России, а также преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства. Победители ждут ценные призы и возможность выступить со звездами российской эстрады на галоконцерте фестиваля Гренландия. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и Медиа 73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода грядки и нескучных новостей через неделю.